Ну вот как относится к малолитражкам? С презрением. Вы недолюди. Мощный чел берет себе мощный автомобиль, но мы на фоне Форда Фиеста предлагаем всему миру подождать. Потому как в этом сюжете про Форд Фиеста пятого поколения речи особой-то и не будет. И раз мы предлагаем всему миру подождать, то это не совсем правильно. Сегодня весь мир ездит на Форде Фиеста. А началось все с 1976 года. Да, вазовская классика уже кончилась, а Фиесту-то продолжают делать, и перспективки-то есть. Итак, Генри Форд II в 1972 году организовал проект Bobcat. Машина должна была стоить всего на 100 долларов дороже Форда Экскорт и чуть длиннее Фиата 127, но короче Экскорта. Продажи планировались, как всегда, скромными, примерно полмиллиона штук в год. Естественно, ни один завод в мире с таким количеством бы не справился, и машину решили собирать во всем мире. И тут возник вопрос, как ее назвать-то? Вот самый короткий список имен для проекта Bobcat. Амиго, Бэмби, Бэбэ, Браво, Болеро, Черри, Темпо, Чика, Фиеста, Форито, Метро, Пони и Сиера. Но главный шеф, лично Генри Форд II, выбрал Фиеста и понеслась. Да как понеслось-то? Первое поколение, 76-83 год. Она собиралась в Испании, Великобритании и Германии. Второе поколение, с 83-го по 89-й год. Места сборки не добавила. Зато добавила пятиступку и вариатор. Третье поколение, самое длинное, с 89-го по 97-й год. Экологичные движки и турбинка. Четвертое поколение пересекалось с третьим. Производилось с 1995-го по 2002-й год. В странах-производителях добавилась Бразилия и Южная Африка. Четырехступку решили выкинуть. Пятое, это поколение. В заводах произошли изменения. Выветела дорогая Великобритания. Зато появилась Венесуэла и Индия со своими двумя миллиардами жителей. Пятое поколение производилось с 2002-го по 2008-й год. И были всевозможные спортивные вариации. И эта машина начала продаваться во всем мире. И шестое поколение с 2008-го по текущий день. Набирает какую-то охерительную популярность. И добавлены заводы в Таиланде, Тайване и очень маленьком Китае. Вот небольшой пример, как эта машина продается в кризисирующей Европе. По данным на Англию, продажи выросли с 98 до 104 тысяч за последние 10 лет. То есть, чтобы понять, за 33 года производства в Соединенном Королевстве продали 3,5 миллиона Фиест. Я, конечно, терпеть не могу хэтчбеки, как и американцы. Но и там, 24 тысячи Фиест в год – очень некислый показатель. Ну и если я буду перечитать все награды, то сюжет в два раза станет длиннее. Но есть чем гордиться. Это самый чистый автомобиль от Джеймса Мэя в 2009-м. И лучшая маленькая машина дешевле 21 тысячи долларов в 2011-м году позволяла говорить о том, что не весь мир подождет. А весь мир ездит на Фиесте, коей за все годы эксплуатации продано более 12 миллионов штук. Субтитры создавал DimaTorzok